Привет! Как-то мы с вами уже разбирались с чудотворными способностями Александра Лукашенко. Сегодня поговорим об умении этого политика и его ближайших соратников предсказывать будущее. Видимо, лавры Ванги не дают им покоя, потому что прогнозы о сроках окончания российско-украинской войны и ее результатах они делают довольно регулярно. И по этим высказываниям в какой-то мере можно судить о том, насколько адекватной представляется их картина мира. Ведь предсказательная сила прогнозов в реальном мире должна зависеть от достоверности фактов, на которые они опираются. Давайте посмотрим на примеры того, как слова совсем не превратились в дело. В последнее время мы часто говорим об оружии, рассказываем подробности и нюансы разных событий, но вам ведь нравятся и такие видео, правда? Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на зеркало, чтобы мы были в этом уверены. Очень редко кто-то из провластного экспертного сообщества дает оценки тем или иным событиям, которые бы отличались от мнения Александра Лукашенко. Так вышло и с российско-украинской войной. О ее ходе и продолжительности этот политик высказался еще 5 февраля, примерно за три недели до старта полномасштабного вторжения. Он заявил, что возможная война Украины против России и ее союзников по АДКБ продлится максимум 3-4 дня. В марте 2022 он сделал еще один прогноз. На этот раз в интервью японскому телеканалу ТБС. Не менее категоричный, но уже не такой конкретный. Он убеждал, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром. Причем мир в тогдашних представлениях Лукашенко – это немедленный договор между Россией и Украиной на условиях Путина, либо скорая капитуляция Киева. Аргументов, как вы понимаете, не было. Теперь-то мы с вами точно знаем, что оба прогноза оказались очень далекими от реальности. Война продолжается уже более года. Украина не приняла российских условий, не капитулировала. Заметных проблем с комплектованием своей армии там тоже нет. Более того, за время активных боевых действий численность вооруженных сил Украины увеличилась почти в три раза. Наученный горьким опытом, к лету Лукашенко перестал давать предсказания о сроках окончания войны. В июне 2022-го он поехал в Бобруйск и поговорил с сотрудниками Белшины. И вот как изменилась риторика. Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. Впрочем, надолго этой сдержанности не хватило. Уже 1 сентября Лукашенко снова не удержался и во время открытого урока поделился новыми суперточными инсайдами о приближении окончания войны. В ближайшее время развязка будет. До того как, я вам об этом скажу. Идет девятый месяц ожидания обещанной Лукашенко развязки. Вам не кажется, что она как-то затянулась? Лукашенко, естественно, не единственный, кто высказывается на тему войны. Вот Николай Карпенков. Он раньше руководил одиозным губопиком, а сейчас командует внутренними войсками МВД. В марте прошлого года его позвали в эфир СТВ. И он там поговорил с Григорием Азаренком. И очень эмоционально убеждал зрителей, что победа россиян не за горами. Кто не знает, что советская армия, наследница советской армии, это российская армия, что она непобедима. Она непобедима. То есть и вот эти вот рассуждения, мы там то, мы там это, вот этого не может быть воприори. Русская армия, она непобедима. Это мы союзники и наша армия вместе с российской, она непобедима. Но с отморозьями такими, которые там находятся, с такими воюет артиллерия, с такими воюет стратегия военная, авиация и все остальное и так далее. Ну, я думаю, что в ближайшее время его или не будет вообще, да, и всего его окружения, либо они серьезно пересмотрят все свои глубинные взгляды. Но то, что победа, она неизбежна, она близка, сомнений в этом абсолютно никаких нет. Кстати, мы не знаем, сколько человек посмотрели тот выпуск «Тайных пружин политики» по телевизору, но на Ютубе у этого видео годовалой давности сейчас чуть более 70 просмотров. А заявление это демонстрирует сущность ошибочных представлений, на основании которых Карпенков приходит к своему необоснованному и, как мы знаем, несбывшемуся прогнозу. Судя по всему, важное место в мировоззрении силовика занимает пропагандистский миф о непобедимости русской армии. Если вы хоть чуть-чуть знаете историю, даже просто читали учебник, то понимаете, о чем мы. Ведь армии Московского государства, Российской империи, Советской России и Российской Федерации неоднократно терпели поражение на поле боя. Вот примеры. Битва под Оршей, сентябрь 1514 года, осада Севастополя в 1854-55 годах, Варшавская битва 1920 года, новогодний штурм Грозного на рубеже 1994-95 годов и целые войны были проиграны. Ливонская война 1558-83 годов, Крымская 1853-56, Эстонская освободительная война 1918-1920 годов и Первая российско-чеченская 1994-96. Короче, и в середине прошлого тысячелетия, и в последние пару сотен лет есть что вспомнить. А уже во время нынешней войны украинская армия несколько раз переходила в наступление, наносила поражение российским войскам и смогла освободить многие города, которые ранее захватили россияне. Не остался в стороне и КГБ. Глава ведомства Иван Тертель в октябре 22-го тоже сделал предсказание. Он посчитал, что переломный момент в войне будет в период с ноября 2022 по февраль 2023, и для этого Россия должна была провести качественную мобилизацию и обеспечить свою армию современной техникой. Но за те 4 месяца на фронте не произошло никаких событий, которые можно было бы трактовать как переломный момент. А Россия снимает с хранения древние советские танки Т-54. Их начали делать еще в 1945-м, во время Второй мировой войны. А недавно Александр Лукашенко, после некоторого перерыва, снова выдал прогноз. Это была встреча Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Лукашенко решил прокомментировать разговоры об украинском контрнаступлении и отметил, что может иметь место дезинформация, которая в любом бою очень опасна. Политик вспомнил Курскую битву под Сталинградом. «Мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву», сказал он. «Но должен сказать, самая большая дезинформация – это этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство. Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим, это у нас, за забором прям». Предыдущие прогнозы Лукашенко о ходе войны не сбылись, как и многие другие, которые не касались конфликта. Самый одиозный знаете какой? По 500. Он впервые спрогнозировал среднюю зарплату в 500 долларов аж в 2004 году. Политик тогда ездил в глубокое и сказал, что в следующей пятилетке так точно такую зарплату народ Беларуси будет получать. Для справедливости скажем, что в течение следующих 10 лет такая средняя зарплата даже правда иногда фигурировала в показателях. Но каждый раз история заканчивалась девальвацией. И только недавно, в последние пару лет, заветные по 500 стали относительно постоянной реальностью. Хотя это больше напоминает анекдот про то, что директор ест мясо, рабочий капусту, а в среднем они едят голубцы. Фантастические прогнозы Лукашенко можно вспоминать еще очень долго. Но достаточно сказать одно. Война в Украине идет уже более 450 дней. Совсем не похоже на обещанное политиком 3-4 дня.